Глава администрации из Наурского района Инал Габараев в ходе встречи с жителями сел Корнис, Цорбис и Бехмар ознакомился с проблемами сельчан. В основном жители жаловались на отсутствие питьевой воды, нормальных дорог, медпункта и на нарушение чистоты. Глава администрации района Инал Габараев, общаясь с жителями села Корнис, отметил, что хорошо знаком с проблемами, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, и заверил, что поэтапно все вопросы будут решены. Особо Инал Габараев выделил проблему несанкционированных мусорных свалок. Задачу нужно решать совместными усилиями. Необходимо организовывать субботники и навести порядок вокруг собственного жилья. «Насчёт мусора хочу заверить, что в любое время для субботника могу выделить необходимую технику. Только совместными усилиями мы решим вопрос несанкционированных свалок. С другими проблемами, я тоже знаком не понаслышке. Будем решать их по мере наших возможностей». На встрече присутствовали представители Министерства сельского хозяйства. Руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Алам Маргиев определил проблемные вопросы. В прошлом году в Знаурском районе были зафиксированы случаи заболевания животных африканской чумой и надулярным дерматитом. Необходимые меры по предупреждению, распространению и ликвидации заболеваемости были предприняты. Речь зашла и о мраморном клопе, который в 2018 году появился в нашей республике. Руководитель службы рассказал, как надо бороться с вредителем урожая. «Мраморный клоп наносит вред и овощам, и фруктам, уничтожая их полностью. Хочу обратиться к вам с просьбой. Проверьте ваши дома, подсобные помещения и уничтожайте их ручным способом. Для здоровья человека мраморный клоп не опасен». В селе Цорбис также ждали главу района. И здесь жителей волнует проблема мусора. Некоторые недобросовестные сельчане выбрасывают отходы в тех местах, где не положено, несмотря на установленные урны. Самой большой проблемой жителей села Бекмар является отсутствие техники для сельскохозяйственных работ. Было также отмечено, что нужно улучшать условия жизни сельского населения, чтобы возвратились и те, кто вынужден был покинуть родное село в поисках лучшей жизни.